Ютуб-канал Руненштайн Айнс Костомарова, Тульская область, часть 2 Гранитный камень Тульская губерния была образована в 1796 году в ходе административной реформы Павла I. До 1796 года одноименное наместничество. С 1719 по 1775 годы земли, отошедшие в 1778 году в состав нового наместничества находились в юрисдикции Московской и Белгородской губерний на правах провинций Тульская и Орловская провинции. Последние изменения в состав и границы уездов Тульской губернии были внесены при Александре I, после чего во весь последующий период до революционной истории России границы данной губернии не менялись. Данная карта выполнена на русском и французском языках одновременно. По сведениям, на 1897 год территория Тульской губернии насчитывала 30 959 квадратных километров. И на ней проживало 1 419 456 человек. В самой Туле проживало 115 тысяч человек. Тула находилась на 15 месте по численности населения городов в Российской империи. Старый Крапивинский уезд был известен еще с допетровских времен. В ходе территориальных преобразований при Петре I в 1708 году уезд был упразднен наряду с уездами Крапивинским, Веневским, Епифанским, Чернским, Новосильским, Белевским, Адоевским, Олексинским, Тульским. А бывший уездный центр город Крапивина, первое упоминание о ней относится к 1389 году, отнесен в состав новой обширной московской губернии. При последующем разделении губерний на провинции в 1719 году город Крапивина с окрестными землями вошла в состав Тульской провинции, а в 1727 году уезд был восстановлен в составе уже московской провинции. В ходе административной реформы Екатерины II в 1777 году уезд был передан в состав нового тульского наместничества при Павле I в 1796 году, реорганизован в одноименную губернию. В ходе территориальных преобразований времен Павла I был упразднен. При Александре I в 1802 году вновь восстановлен, после чего границы уезда во весь последующий дореволюционный период его истории уже не изменялись. Это карта Крапивинского уезда, 1792 год. Это более крупный план, крестом обозначена деревня Никольская, которая называется теперь Костомарова. Это уже карта 1832 года. Это более крупный план. Деревня Никольская разделилась на два населенных пункта, Горячкино и Костомарова. Перед вами наложение современной карты на старую карту. В районе города Советска четко просматривается дорога в населенный пункт Крюковка. Это старый Дедиловский тракт. Сегодня бы эта дорога могла бы соединять трассы М2 и М4. Насколько достоверна эта информация из официальных источников об образовании Тульской области, решать и размышлять вам. Это уже карта, датированная 1678 годом. Ну а мы сейчас идем осматривать объект на месте. По пути к гранитному камушку мне повстречался один камень со следами плавления. Такое явление мне уже встречалось при съемке ролика о замке Эрнштайн в Блауштайне. Ссылка на ролик в описании к этому видео. В России находится более 50 месторождений гранита. Наиболее распространенные месторождения гранита в России это Мансуровский, Суховязский, Дымовский, Сибирский, Кузнечный. Гранит Дымовский, он же Балтийский. Местоположение месторождения России Ленинградская область, Выборгский район, поселок Дымово. Минералогический состав Микролин 55%, Плагиоксал 18%, Кварц 17%, Роговая обманка 6%, Биотит 5%. А также аксессорные минералы Апатит, Магнетит, Цикрон, Сфен, Ликоксен, Флюорид. Объем и метод добычи до 800 кубических метров блоков в месяц, в зависимости от потребности и горных условий. Основной метод добычи – канатно-алмазное пиление с разделкой отдельного массива. Гранит – это тот камень, который очень трудно обрабатывать, он чрезвычайно твердый, но в то же время хрупкий. Прежде всего необходимо использовать сверло с алмазным напылением. Само сверление надо производить на низких значениях частоты оборотов. Гранит – это очень твердая порода, его нарезают алмазными дисками и при помощи воды. В домашних условиях это сделать достаточно проблематично. Для резки используют канатно-алмазное пиление. Развитие же алмазного бурения в его современном понимании связывают с именем швейцарского часовщика Георга Лешо, который в 1862 году изобрел первый алмазный бур. А теперь интересно, как часовщик мог производить такие буры. Развенчиваем этот миф с помощью современных технических достижений и знаний. На сегодняшний день используются два основных способа изготовления алмазных сверл. Спекание, предполагающее применение методов порошковой металлургии, технология при помощи которой алмазное напыление на режущую часть сверла наносится гальваническим методом. Вторая технология – это технология напыления. По технологии напыления, предполагающие использование гальванического оборудования, изготавливают преимущественно трубчатые алмазные сверла, а также инструмент с конической режущей частью. Сверло с алмазным напылением, которое получено гальваническим методом, по этой причине отличается небольшим рабочим ресурсом. Но этот недостаток компенсируется невысокой стоимостью такого инструмента. Итак, о гранитном камушке на погосте в забытой богом деревне Костомарова Тульской области. Кладбище – это в основном с захоронениями XIX века. Разберем сначала слово «кладбище», имеющее корень «клад» и суффикс «бище». Слово «образовательная единица», образующее имена существительные среднего рода, которые обозначают место или процесс действия, названного мотивирующим глаголом «гульбище», «кладбище», «лежбище», «мольбище», «стойбище», «стрельбище» и т.д. В нашем случае это место захоронения, а мотивирующий глагол «храни». И по правилам русского языка мы образуем существительное среднего рода «хоронобище», но мы продолжаем именовать такие места «кладбище» от мотивирующего глагола «клади». Я уже снимал это кладбище около церкви в 2017 году, ссылка в описании. Также я даю в описании ссылку на ролик со старым кладбищем в Ульме. Можете посмотреть их и сравнить. Вся информация о якобы кладбищах будет находиться в плейлисте «кладбище». О том, что со старыми кладбищами что-то не так, уже говорили блогеры Валерий Крымский и Виктор Ив. Все территории около церквей стали использовать под кладбище для захоронения останков людей лишь под эгидой развития Ватиканского проекта христианизации территорий и дальнейшей подгонки под него версии официальной истории. На этом гранитном камне присутствуют следы механической обработки, присутствует срез по сечению, который можно выполнить алмазным диском, а также отверстие, которое можно просверлить сверлом, режущая часть которого изготовлена из алмазной кружки. Камни, которые использовались ранее для других целей, решили использовать как надгробные камни. Старые кладбища по всему миру представляют собой музеи под открытым небом, где выставлены серийные изделия из камня и полимерного бетона, выпускаемые ранее в промышленных масштабах. Надписи с датами на этих камнях наносились позже, иногда пренебрегая орфографическими правилами языка времени захоронения. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok